Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник, я проведу традиционный вебинар, правильный понедельник, который состоится в 15.00 по московскому времени. И предлагаю тему определить вам. В нашем телеграм-канале мы запустим голосование после текущего выпуска и предложим совершенно разные топики, которые касаются разных финансовых инструментов. Та тема, которая наберет больше всего ваших голосов, будет основной в ходе моего предстоящего выступления. Ну что ж, в целом, если пробежаться по ключевым фундаментальным событиям, то, друзья, сегодня нас ожидает еще один отчет из США, АСМ по активности в сфере услуг. После провального показателя АСМ в производственном секторе, после крайне разочаровывающих данных по Non-Farm Perils, я думаю, что будет ли нам так уж необходимо и есть ли в этом какая-то особая потребность получить еще один фактор, который будет подтверждать слабость американской экономики. Я думаю, что, наверное, нет, потому что объективные показатели по Non-Farm Perils уже ясно дали нам понять то, что с экономикой в США на самом деле все не так уж и хорошо. Это даже мягко сказано. Поэтому неудивительно, что с прошлой пятницы на рынок вернулись спекуляции на тему того, а что если американская экономика окажется в состоянии рецессии. Мы, скорее всего, подхватим тоже этот нарратив, потому что это важно. Это то, что будет влиять на действия американского регулятора, это то, что будет сказываться на динамике доллара. Мы уже получили то, что хотели, обвалы американской валюты. Индекс доллара торгуется ниже 103 пунктов. Но даже при текущих ценовых уровнях я могу точно сказать, друзья, что в данном контексте, при текущем бэкграунде мы смело можем ориентироваться на то, что доллар окажется на еще более низких ценовых позициях. Завтра состоится заседание Резервного банка Австралии. В четверг будем ждать данные по перечным заявкам на пособия по безработице. И в пятницу еще два важных отчета. Это инфляция в Китае и данные по рынку труда Канады. Да, отчетов не так уж и много, но учитывая, сколько визов было на прошлой неделе, я думаю, что нам, конечно же, от каких-то хронологических событий, которые всегда заложены в экономическом календаре, можно и отдохнуть. Но с другой стороны, у нас и без того есть за чем следить. Геополитика, перспектива американской денежно-кредитной политики, обвал американского фондового рынка, ухудшение рыночных настроений, такой же обвал рынка криптовалют. То есть мы за этими темами будем дальше наблюдать. И даже несмотря на то, что на повестке нет экономического календаря серьезных релизов, друзья, не забывайте про правила риск-менеджмента. Контролируйте риски, это как и всегда очень важно. Индекс доллара текущей котировки 102.65, это минимумы с 14 марта. Если вспомнить прошлую неделю, американский регулятор провел заседание, оставил процентную ставку на прежнем уровне, но Паул ясно дал нам понять, что все дальше будет зависеть, ну, наверное, как и всегда, от характера фундаментальных релизов. И если будет много достаточных признаков и доказательств того же самого охлаждения американского рынка труда и дальнейшего устойчивого снижения инфляционного давления, то тогда ФРС созреет на решение вот этой долгожданной, которая предполагает смягчение национальной монетарной политики и снижение ключевой процентной ставки. Мы, разумеется, будем ориентироваться на это событие, мы его ждем довольно давно. Ориентируемся на сентябрь, я думаю, что до конца этого года можно смело спекулировать на многократном снижении процентных ставок, особенно на фоне последнего релиза по Non-Farm Parals. Также до тех пор, как мы не имели возможности проанализировать Non-Farm, у нас был слабый отчет по EDP и слабый отчет по активности производственного сектора ISM. Может быть, по факту, наверное, самих показателей сейчас не имеет значения прибегаться, можете посмотреть в экономическом календаре, но после этих релизов мы с вами начали готовиться к тому, что Non-Farm, скорее всего, тоже разочаруют. И Non-Farm Parals, количество новых рабочих мест, 114 тысяч с прошлого значения 179. Прогноз тоже предполагал рост на куда более солидную. Величину 175 тысяч и, по сути, сильный контраст с тем, что ожидал рынок и с тем, что он получил по факту. Уровень безработицы вырос с 1 до 4,3%. Средняя зарплата в годном выражении снизилась с 3,8% до 3,6%. Эти компоненты тоже очень важны, в частности, по динамике заработных плат явные доказательства того, что дезинфляционный тренд продолжится. И после того, как мы увидели вот этот шокирующий показатель по Non-Farm Parals, это действительно хуже, чем ожидали самые закостенелые пессимисты, я думаю, что очень уместно были разговоры о том, что Паул, может быть, перемудрил, постоянно откладывал решения по смягчению национальной монетарной политики, а в итоге прогадал и упустил очень хорошие моменты для этого. Теперь последствия такие, что картина рисует там перспективы экономической рецессии. Это, как я уже отметил, причина обвала американского фондового рынка. И сейчас, после выхода данных по Non-Farm Parals, участники рынка, да, ожидают, что ставку снизят в сентябре, но в этот раз уже на 50 базисных пунктов. Я полностью разделяю такой сценарий и считаю, что после сентябрьского снижения потенциально на 50 базисных пунктов мы будем ждать еще ноябрь. Декабрь там тоже в совокупности ставку могут снизить на 50 базисных пунктов. Поэтому дорога, путь вниз, открыт для индекса доллара. Ждем теперь закрепление инструмента ниже уровня 102.50 и последующий уже проход к психологической планке круглой отметки 100 пунктов ровно. Золото 1452 доллара за тройскую унцию. Целевая отметка, ориентир 2500 все еще актуален. Сейчас мы работаем с очевидным оснижением обвалом доходности американских облигаций. Сейчас десятилетки торгуются уже где-то в районе 3,75%. Конечно же, это будет поддерживать ралли драгоценных металлов. Геополитический фон. Если дело дойдет до все-таки атаки Ирана по Израилю, я думаю, что этот фон мгновенно отправит котировки золота выше 2500. Тоже не нужно списывать со счетов вероятность реализации такого сценария, потому что такой, друзья, новостной фон. Такие новостные условия, в которых мы сейчас работаем. Добавляем сюда снижение курса американского доллара, поэтому вообще нет никаких причин, чтобы отказываться от длинных позиций по рынку драгоценных металлов. И, на мой взгляд, очевидно. Нужно здесь рисковать. Может быть, кому-то покажется, что покупать золото на уровнях вблизи рекордных отметок – это очень рискованное предприятие. Но рынок так устроен, что только те, кто рискуют, могут рассчитывать на солидную прибыль. По другим финансовым активам доллар канадец 1,3868, обвал черного золота рынка нефти поддержал позиции канадского доллара. В эту пятницу мы ждем канадские нонфармы и ожидания так себе. Поэтому я думаю, что еще один слабый отчет – автоматически приблизить дополнительное решение Банка Канады по снижению процентной ставки, заставить рынок снова делать акцент на контраст монетарных политиков РС и Банка Канады и поспособствовать тому, чтобы мы добрались по паре доллар-канадец до целевой отметки 1,40. Американский фондовый рынок S&P 500 – 5290 пунктов. Пока что я рекомендовал бы не предпринимать никакой торговой активности. Впереди важный уровень поддержки где-то в районе 5250 пунктов. Давайте подождем за развитием событий, посмотрим, как рынок поведет себя в ближайшие торговые сессии. Если будут хорошие фундаментальные возможности поставить на коррекцию американского фондового рынка, я вам эту идею подсвечу. Доллар-иена, обвал продолжается, 144 иены за доллар. Иены покупают как защитный актив. Это действительно так. Иена укрепилась на фоне решения Банка. Япония повысит ключевую процентную ставку и, скорее всего, этот тренд будет дальше продолжаться. Если вы еще находитесь в коротких позициях, то здесь смело можно уже ориентироваться на значение 140 иен и потенциально даже ниже. И европейская валюта против доллара 1,0920. Европейская валюта – это тот инструмент, по которому фундаментальный национальный фонд сейчас стоит игнорировать. Потому что он не имеет никакого значения из-за серьезного и значительного вклада в динамику этой валютной пары, которая оказывается американским долларом. И поскольку я только что отметил, что индекс доллара, скорее всего, продолжит развитие нисходящей динамики, по евро-доллару я бы рекомендовал, друзья, смотреть на уровень 1,10 и движение даже выше. Тем более, что этому направлению, как бы в пользу такого сценария, сейчас говорит и рыночный сантимент. 20% трейдеров, то есть подавляющее меньшинство, остается в длинных позициях, в то время как толпа сидит в коротких. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!